здравствуйте вы на канале урал спецтранс сегодня мы на базе урал спецтранс к нам приехал сергей орлов это наш подписчик нашего канала да наверно так можно представить очень очень давний да и я еще знаю секунд что он еще и на севере где-то было вообще на практике все эти машины изучил и у меня еще сейчас за кадром хоть что сказал что эти две машины урал и камаз они в обособленной нише находятся что это такое наверное сейчас расскажет в общем то урал и камаз это две неповторимые машины которые находятся именно на рынке в россии других таких автомобилей в мире не выпускает то есть если сравнивать какими-то другими марками то такой заднейший грузоподъемности характеристик автомобилей нет есть аналоги в американской армии они используются только для армии этих на а в коммерческих перевозках их практически там не используют и столько которые сняты с вооружения вот и там мои давние друзья ездили в латинскую америка вот там до них наблюдали эксплуатации эти американские рядом с нашими волны эксплуатировать ну вот у нас две машины урал камаз примерно одинаковые мы поподробнее о каждом наверное до каждой даже с виду они практически одинаковые мы вообще-то привыкли камаз видеть как камаз он ничем не изменился с эпохи его я вообще первый мой камаз был восемьдесят восьмом аж году мы сами за рулем я работал на нем на трассах на зимниках чукотки колымы в общем-то при в принципе и в тех же годах я на уралах работал только тогда был еще 35 урал вот это первая моя машина который на которой я вышел в рейсе взял из под забора восстановил а сейчас почему не ездите а сейчас у меня другая другая работа специализация я могу и сейчас даже сесть за руль и поехать какой бы выбрать один товарищ мой с колымы он правда сейчас билибина проживает работает водитель частник он брал у вас урал спецтрансе автомобиль себе все 370 вот у меня говорит давай серёж помоги мне перегнать его владивосток вот мы с ним вместе на этом автомобиле ура 670 прошли через всю россию мне очень понравился автомобиль а вот часто какой бы выбрали куда сесть куда сядем камаз или в урал ну вот раньше когда был урал капотный камаз без капотный урала кабина была маленькая у камаза большая и когда точно урал то я сел раньше камаза получается вот когда к нам в морской порт зеленый мыс на колыму пришли камазы первые 43 10 еще с краном снимали с корабля я тогда первый раз не усел он тут краской заводской пах после урала эта кабина мне показалось просто огромным кабинетом для водителя у камаза такое ощущение оно было у всех водителей того в то время в общем то восхищала ну когда вышли на зимник на камазах первое что мы почувствовали себе это мы в этой кабине широко стекленный и большой начали замерзать до маленькая кабина казалось это более теплее да там как бы меньше воздуха и быстрее согревается все остальное но после потом мы научились утеплять эти кабины и эксплуатировался камаз на уровне урала достойно для меня принципиальной разницы нет для этих двух автомобилей то есть я могу за рулем и одного и другого автомобиля пройти там же где один другой пройдет с урала мы начали давайте пройдем по нему автомобиль данные начать компоновки бескапотный он появился еще на уральском автомобильном заводе в конце девяностых когда кабину и века завезли к нам сюда в россию и совместное предприятие было созданное века уралаз эти кабины начали там варить производство не знакомы этом работал до много лет ну не много лет ну чуть-чуть еще только ну при значит значит шестерка тогда управлял вместо предприятия то это конец как раз 90 она главного кавере там главный камень громко кромка мы там кавере небольшой был организован я собирали самосвалы и шасси тогда на сборке да на сборке до собирал автомобили подрабатывал когда на уралазе денег не платили наличных а так сказать эти когда первые карточки увидел на уралазе карточки там деньги туда забивают выходишь город а купить ничего нельзя было потому что терминалов ничего не было в городе только на заводе в заводских магазинах можно было что-то купить и этом курс такой большой был дикий на обмен на наличные в общем сложные времена были я вот подрабатывал на века мне там наличными деньгами платили и я это отоваривался в магазинах кормил семью свою и вот этот автомобиль этой компоновки тогда вот как раз он начал проходил испытания вот тогда правда на нем двигатель планировался тоже не российский немецкий дойтс дойтс то есть нового поколения то все наверно знают дойцы и воздушные то есть это воздушное охлаждение тогда уже дось бы устанавливали воздух это жидкостного охлаждения на этих автомобиля новые ну тоже как бы был легкий по своей массе для автомобиля урок как раз подходил очень хорошо будем что-нибудь открывать смотреть лазить где-нибудь это же интересно но вот сейчас вот сейчас этот урал оснащен двигателем емз 536 кстати двигателем тоже знаком с 90-х годов он на уралазе его то есть но я так сказать работал конструктором на уралазе можете там покидать можете камни камни покидать в меня этих комментариях и в общем это тогда я вот первый раз увидел этот начать и в чертежах этот двигатель тогда примеряли так его немножко курал очень большая можно тогда видна рис вырисовывалась перспектива этому двигателю по всем характеристикам но именно для этого автомобиля многие говорят что не хватает мощности этому от этого двигателя этому автомобиль но это все неправильно то есть если работать правильно с коробкой передач и вовремя переключаться на оборотах на значит не занижая обороты двигателя то он работает очень хорошо и великолепно также мои друзья на чукотке эксплуатирует и первый год тоже покупали на уралу спецтрансе автомобиль именно такой урал и урал спецтранс еще нет он сидит на тягач только единственное что там дополнительный бак устанавливали выхлоп вверх делать доработку да ну ребята довольно работают классная машина я с ними общаюсь постоянно они постоянно со мной на телефоне там же присылает мне картинки оттуда да сейчас в зиме сейчас зиме готовят там уже готовят а как его готовят обычно но сначала проходит это трактора бульдозер расчищает и проходит как бы чистив от снега проходит заморозка почвы промораживает и уже когда значит просмотрит если проморозка достаточно это запуска пускает уже открывать зиме то есть его постоянно чистит для того чтобы промерз грунт хорошо что он вместо себя болотистая особенно особенно реки переправы все тоже надо чтобы промерзали поглубже и чистить постоянно но если не промерзает то сверху наливаю то стать и воду увеличивая свой вернемся урал и вернемся к урал в общем вот перед нами урал совершенно новый надо сказать многие об этом забывают говорить тот урал который был еще там сорок три двадцать восьмидесятых девяностых годов это не тот еще не другая машина сейчас перед нами рама здесь новая у нас двойным лонжероном усиленная вот раздатка у нас здесь стоит новые усиленная начать и передача на число там не немножко изменено в общем-то мосты особенно этот отметить никто не отмечает но мосты здесь тоже усиленные уже они с 90-х годов внедрены в производство из картеры новые редуктора тоже обновленные единственное вот мне недавно сказали ребята мои коллеги суралаза что якобы на next редуктора идут со шлифованными зубьями это как бы группа газ next позиционирует лучший продукт эти редуктора вроде как не шлифованные зубе вот я не проверял я не знаю но у меня что-то как-то мало это верится мы не сможем проверить должна до редуктора вытавки вот это вот у меня как-то мало верит что у нас будет до вас будет это вот ставить редуктора на все модели разные как бы менячу выбирать next next там должны тогда если там шлифованы тогда здесь люби должны быть шлифованы этот кто кто-то там до разбирал эти машины до шлифованы или они или они шлифуются во время работы движения тормозная система на уралах мы уже рассказывали не раз передо мной в общем есть небольшие проблемы в эксплуатации как мне друзья говорят немножко на бездорожье начинает его разбивать но если следить вовремя подкручивать там нужные гайки будет все порядке да но требуется собой присмотра и то что вот обратим внимание 10 энергоаккумуляторы стоят только на заднем мосту ранее первые машины были в мир как аккумуляторы стояли на среднем мосту вот большой минус что их убрали оттуда поставили значит просто камеры в общем не хватает говорят ребята что на спусках на каких-то крутых машинку не держат они на камазах вот сразу если можно пройти сюда посмотреть там аз традиционно всю тележку это пропускается энергоаккумуляторами то есть это надежно в общем то это вот это одно из сравнений это одно уже из сравнения вернемся к уралу сразу смотрим на уралах с 2015 года внедрены наконец-то значит межколесные блокировки на мостах урал все стеснялся это коммерческую эксплуатацию внедрять очень долгое время объясняю это тем что разные водители по-разному относятся к автомобилю ну и в общем там чтобы не срывать не ломать там внутри кстати была была та же версия переднего моста с межколесной блокировкой но и и вообще как бы не хотят даже озвучивать на уралазе да потому что ломают сразу же и на камазе вот сразу пройдем на камазе тоже стоят блокировки они уже давно на нем и водители довольны что они давно стоят и работают но единственное что сравнение если опять же относиться то у камаза блокировки очень очень нежные и кстати сказали что на льду их лучше не включать вообще срывает сразу ну это так вот микс из эксплуатации люди говорят на урале они терпят еще как бы надежнее да ну и по мостам по самим вот урала чугун литье мост тяжелей на самом деле у камаза мост штампованный он полегче это преимущество шасси да она полегче шасси само по себе получается на него можно побольше груза поставить на парами то что от урала поперечины стоят трубные а у камаза стампованные это у камаза похуже то есть они лопаются эксплуатации на бездорожье урала терпят урала урала рамы намного эластичнее если я не зажимать настройкой сверху сейчас урал внедрил вот это сцепное устройство на все машинки не все довольны не все и очень много евро фаркопом очень недовольны его можно менять да и многие его меняют на обыкновенную серьгу а там обыкновенная не ну там у нас вообще как бы нету фаркопа там просто серьга висит для буксировки так дернуть его вытащить а почему не любят вот этот евро они удобно говорят ребята тот открыл поднял просто кинул здесь есть проблемы он удобен как вот прицеп таскать я когда работал на трассе на мазе не было удобно то есть где-то что-то где-то расцепился потом выставил водила подъезжаешь не надо его там примерять подталкивать кому-то а я один так выставил пример на его ступнула но зацепление вошло из пристегнулся сразу все начинается водительский день чего начинается с обслуживания дайте может быть и давайте как обслуживают эти автомобили я как бы смотрел себя ролики не всегда там обсуждаем начать как они удобны неудобны все остальное вот про обслуживание я чуть как бы мало слышал чтобы это служить длитель на обоих автомобилях кабины до поднимается найти в общем то как с надежностью моторов нынешнее время эта процедура стала как-то менее так сказать необходимо то есть меньше да меньше поднимать варить во время там рейса здесь их там к счастью все проверил водитель на обычно вот на северах и там где частник работает водитель на машинах я отталкиваюсь от тех кто у меня ребята частники все они прежде чем как выйти в рейс они тщательно всю машину готовят а потом ведет спокойно никуда не заглядывает просто единственное там где-то какое-то время определенный щуп досталось масло посмотрел за счет засун вот на этом урале к сожалению или он а вот он щуп то есть щуп у нас здесь вот он достается не совсем конечно то есть что тут показывает какой-то уровень наличие он наклонился назад наклон у нас не ровно стоит машина ровно мужчина стоит ну там наконец на кончике есть масло это значит сколько пример ну в общем до норму еще это есть да вот мы проверили на урале масло значит посол у нас вдоль с той стороны бачок стоит вот здесь мы тоже наблюдаем ну в общем-то долить его бы надо посол гидро значит усилитель руля у нас тоже как бы можно его достать открыть крышечку там щуп тоже посмотреть сколько уровень это редко проверяется в принципе при ежедневном обслуживании сюда нам смотреть это у нас для для подъема кабины в в общем то я не знаю будем поднимать нет то есть это долго еще вот эта процедура до подъема кабины но я си от опыта уже могу сказать кабина на урале поднимается дольше два раза чем на камазе кабина на урале устанавливается на подрессорен и подрессорен а у нас амортизатор с пружинами спереди вот стоят два штуки и спереди вот стоят два штуки амортизатор то есть она у нас подрессоренная для плавности хода для удобства водителя ну сейчас правда эти все недочеты уралаз исправил раньше как бы кабина когда тряслась на бездорожье тут немножко патрубки подтирала сейчас это вроде устранили уже таких претензий нету в этом отношении все все исправлено все хорошо это у нас жидкость жизнь этот у нас жидкость для сцепления бачок бачок омывателя вот он у нас стоять за бачок омывателя залить туда только с бутылки бутылки можно я один ролик вы уже снимали на показывали здесь бутылки можно залить принципе но не совсем не совсем удобно но и он еще маленький бачок здесь что это еще могу так сказать что замочки вот эти вот облицовка камазовской падаю камазовский потому что облицовку разрабатываем модережных чумах знакомые друзья вот чем неудобство данного протереть лобовое стекло залезть тоже немалая важная такая часть обслуживания автомобиля ну когда да ну как вот только через как-то коленку или через какой-то слово неприятное я вот допустим вот сам вас высокий на метр может лишь только вот так могут сюда залазить и подобно служу стекло протирать но это не есть хорошо даже ничего не забыл ничего тут нету все пусто вот у камаза есть такая вот подножки а первые такие в мобиле вот такой подножки на камазе укомплектовались почему убрали я не понимаю вопрос ну данное шасси как впрочем и камазовская шасси аналог до друг другу здесь правда 200 и 200 топливные баки но есть еще комплектации 300 литровый бак 200 литровый бак как и на камазе в принципе там 350 и 210 вот стоит одинаковый коробка она тут здесь полностью вся на пневмо клапанах то есть рычаги уже отсутствует там сюда и в кабину не завести их в принципе вот единственно урала сейчас подкачка стала тоже через электро пневмо клапана включаться не веду подкачка колес то есть там клавиши в кабине стоят включаешь клапан открывает вот ребята тоже жалуются не всегда этот плюс стала то есть те кота когда механическое было переключение включение подкачки кабине тогда не было проблем сейчас клапана подмерзает или такого на иногда в мороз и уже подкачкой невозможно пользоваться проблему будет они вернуть прогресс идет вперед вот здесь у нас стоит сиденье не подрисованы грамма в общем на первых моделях были подрисованы сиденья и очень понравится водителя и по-моему вы тоже отмечали это для спины даже лучше у нас сделал данный колесе водитель не сидит и все водители покупая этот автомобиль участники в принципе потому что корпоративный клиента водителя заботиться мало где вряд ли они будут закупать сиденья с пневмоподвеской я даже лично сам помогал ребятам покупал отправлял туда на чукотку почты сиденья посылкой они меняют потому что это комфортно для водителя то есть на пневмоподвеске чтобы сиденья стояла для позвоночника большое а так вот на этом сиденье тяжело работать подойдем кам камаз принципе вот замочки те которые мы видим это и говорит о чем конкуренты конкурентами но что-то вообще на них есть здесь у камаза щупа нет тоже в данный мир а я забыл сказать что мы там не обнаружили заливной горловины то есть чтобы удалить масло тысячу вытащили провели на урале как заливаться как заливать кабина поднимать а поднимать кабина и мы там маслица залили и щуп мы не вытащим и не провели нож кабина поднята это вот огромный минус то есть если 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 щуп вывели вперед то значит надо и масляную горловину перед выводить чтобы можно было долить так вот на мазах там на других марка сделано удалил тут же щупа стал праве на камазе данная вещь реализована в принципе по старому да ну мы все это знаем до чего у нас есть да 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 привез скорее всего ой вот еще побольше хотя стоят одинаково наклонены одинаково и масляная горловина рядом то есть масло залить можно и тут же проверить ну конечно масло тут залить не так просто не так просто то есть я работал на камазе когда у меня была такая леечка специально сюда пристроен пристраивать я слизисты леечку вставлял потом канистр сюда вот клапан открываешь и канистрочку потом на леечку ставил и подливал туда но все так наверное мы все так делали до ничего нового наверно не придумали в общем то пока ничего нового на команде не придумали мы будет расширительный бачок тоже здесь прозрачный раньше надо было там крышечку открывать окошечку там был никому посмотреть уровень жидкости ну так это вот в одном месте никогда ходить не надо все здесь щуп горловина то есть достал проверил долил опять до проверил в уровень все нормально закрылся вот так ну здесь сейчас тоже гидроподъемник вот раньше когда я камаз 4310 получил в 80-х годах они на камазе есть хорошая штука была или есть а вот он торсион да вот он торсион он остался то есть мы переставляли несколько зубьев торсион потом пожестче был и убирали эту всю гидравлику значит подъема кабины тогда тогда замки были другие здесь сейчас замки тоже на гидравлике от этого замка открывается то есть вот подводятся эти шланги то есть здесь уже все извините ребята у вас не получится а раньше были кто помнит ручные такие замки то есть мы это убирали все и замок ручной переставляли на несколько зубчиков торсион и кабинку просто легко замки открыл кинул ее она сама откинулась и все то есть в мороз любой никаких проблем а с этим вот я сам не раз мучился на трассе даже здесь вот на материковской трассе работая на дальнике на мазах сильный мороз поднять кабину но это жусь ну реально но реально но это жусь это мы с факелами там бегали грели это масло сергей у вас еще не по моему страничка дай лайв журнал или что-то вы ведете да то есть можно будет почитать там до рассказы есть по и куда вы просили про север про дальний бой фотографии есть в общем-то про 6370 который перегоняли там полностью рассказ тоже и с фотографиями ну и как мы ехали про машин без лайк журнал так и называется а он а можно это заметки российских дальнобойщиков вот набрать я был на форуме авторевью как-то этот сайт то есть свой этот форум и вот там я рубрику вела в эту рубрику заметки российские дальнобойщиков я ее открыл ее ввел и там эти рассказы первые начал писать до сих пор пишу бог даст книжку подарите книжку то вам но мне подарю сейчас кран уже у нас из кабины открывается раньше здесь флажок стоял вручную открывали открывали где здесь бачок омывателя бачок омывателя здесь кормозе у нас так это у нас сцепление тоже будем вы здесь ночь я турнир это в кабине а внутри в кабине то есть там теплее это плюс что он в кабине нет заливать удобнее туда я могу вообще хотя бы найти его под ступеньками так давно с камазом не общался что забыл хотел общался недавно это мы вырежем а если по проводочкам каким-нибудь парень будет смеяться вот бачок омывателя у нас вот она горловинка вот такой вот а вот он он больше да чем раньше 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 я что-то помню что-то я помню был в кабине кабине где-то со стороны водителя значит может или я сам вставил в кабину я даже на зил 43-31 когда работал там бачок омывателя под капотом стоял я его переставлял в кабине кабину потому что удобно обслуживать кабине удобно и он всегда в тепле но еще это 90-е годы когда я работал с омывающей жидкости было очень напряжно и мы заливали сюда просто обычную водичку а вот я потом водичкой все разбавляли как едешь кабине водкой пахнет водичник останавливает но ничего не было проблем проблем не было зато стекла омывает хорошо а вот водка тополеного не жалко вот и пока мазу опять же самое основное забыл есть рычажок да есть там стопор чтобы она не вывалилась а если здесь можно с этой стороны стопор чтоб она не вывалилась ну и здесь вот приятно здесь удобней все до стекло почистить то есть ну а вот это то что мы вот за стекло за это зацепились что что почистить его это вот часто нужно вот когда едешь останавливаться из залазить там очищать допустим сейчас такое время данное сейчас я даже сейчас на легковой машине едешь дождь пошел со снегом или просто дождь и на стекло капает и примерзает дворники не помогает здесь же обогрева стекла нет допустим моей легковой машине этого обогрев включил и можно еще двориком смахнуть то там где нет обогрева то начинает намерзать то есть вот залезть и и просто почистить от снега от льда стекло вот это обязательно от этого никуда не денешься это одна из проблем а так вот стекло даже протереть но это же неудобного там совершенно тут также рычаг надо этот стопор нажимать нет осталось у нас кабина что ли посмотреть кабине я но мы еще не прошли по шоссе то есть мы там обсудили мосты да вроде у камаза они полегче мосты она они аналогичны друг другу мосты передний мост кстати тоже здесь на камазе литой как на урале я думаю не легче ураловского на задние штампованные вот потом еще что можно сказать то что у урала традиционного передний мост сейчас у камаза передний мост редуктор у него выходит в зад сказать и значит тяга рулевая имеет такой изгиб под редуктором это тоже один минус проходимости колее это тяга но нет тяга иногда автомобиль может подсесть урал если пройдем туда посмотрим да редуктор традиционно сверху как и на задних мостах сверху и соответственно рулевая тяга она выше и и клея фактически она не задевает колье это плюс проходимости автомобиля урал почему многие говорят что урал там где пройдет урал камаз может подсесть и поэтому вот сейчас вот я скажу почему разница высоты 1 здесь кабина ниже сидит двигатель ниже свет ранее а из-за редуктора урал двигатель выше и кабины не вспомнили поэтому поэтому не пройдет в высоте так бы если там редуктор был такой же как и на команде я думаю они были вообще похожие но то что кабина ниже сидит это плюс мы потом это покажем то здесь вот ну а парами мы сказали да вот здесь вот сейчас на камазе на камазе здесь особо не менять эти вот поперечки поперечины на камазе решение приняли усилитель снаружи рамы пустить то есть рама практически тоже двойная по всей длине усиленная ну и еще я уже сказал что из-за того что поперечина на камазе штампованный она менее как бы гибкая чем на урале тоже минус немножко проходимость вот так че у нас про подкачку подкачка до подкачку здесь надо посмотреть и не знаете может быть тоже электрокапона на камазе огромный плюс это можно спокойно перелезть с пассажирского сиденья сводить на пассажирского на пассажирское и обратно то есть если говорить о кабине в целом так у нас здесь вот там надо было сиденьку показать здесь пневмо сиденье да здесь пневмо стоит пневмо сиденье стоит это огромный плюс водителю в общем под лежанки чтобы рулетка не взял ну примерно так что то есть говорить тут у меня здесь два локтя ну вот я я я эту лежанку не один раз обмерил собою она вполне комфортно и и в общем я на ней высыпался без проблем и даже у меня здесь стояли сзади еще ради так называемые радикулит и радиаторы ставил масляный до чтобы есть теплая стенка была вот здесь вот еще радиаторы вот так вот стояли и вообще комфортно здесь себя чувствовал всегда спал то есть ну радиаторы тут еще как-то многие ковры вешают этот ковер весел чем хорошо то есть вот мы сейчас сели на место до водительская то есть у нас это у нас не получается подвигаться в общем так у нас не получается завести это вот вы говоря как вариант пойдемте прокачаем таки нам вылезти придется в нынешних автомобилях все хорошо сон я считаю у нас есть хотя он не замерзла такая штука да очень нужная раньше я на свой камаз ставил отдельно помпу на подкачку чтобы поднимать принципе такая стоит сейчас стоит такой же фильтр на урала и хотел отмечить могу отметить данный фильтр они здесь стоит не стоит импортный а сейчас камаз сам фильтра делать такие же аналогичные но это не 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 это не это импортными вот я сажусь автомобиль в камаз и потом потом посмотрите как урал будет это и даже если продолжить то у камаза есть такой рычажок да и мы за счет там стоит цилиндрик воздушный можем отрегулировать спокойно по высоте тот он тоже должен был тут я не вижу ну неважно это так вот мы опять нажимаем вот у нас крепко стоит роль на пневматике сидение можно отрегулировать и по высоте действие что не могу это добиться это под подтянули ну в принципе вот мне хватает до руля все так коробка у нас здесь стоит 5 ступенчатая 5 передач хотя здесь вот есть собачка с делителем она то есть у нас же делители это коробки в общем ручник удобно находится в передней части в общем вот у камаза жесткая подвеска торсионная кабины поэтому сейчас мы едем на особенно на пассажирском сиденье не подрессореном вы сейчас ощутите все прелести езды кабине камаз девяносто седьмого года не ездил ну так то еще до двухтысячного я там немножко выпрыгивал кассу денежку заработать для цели со своим братом рейсы делал я себя ощущаю намного комфортнее чем на том камазе до рулевая колонка здесь другая то есть там было оба совсем узенький такой 100 старых камазах здесь уже по новой технологии сделано в принципе на уралах она такая же один поставщик скажем так колонок третье место можно поставить здесь да можно сиденье третье поставить они даже вот здесь вот болты в это дать гайки то есть приварены там от эти от отворачиваю штучки вот и устанавливая и устанавливая даже можно самому поставить ну как вас трясет я вот я вот я просто сижу и плаваю хоть и подвеска здесь жесткая я просто сижу плаваю в сиденье бьет вообще не ощущаю тряску фактически на зимнике эта дорога вот самая хорошая на ней правда повеселее ездим ну то что коробка с делителем это тоже большой плюс мы сейчас сразу возвращаемся я так понимаю так здесь у нас места для фотографов наверно да для магнитола предусмотрено здесь есть полочки у нас там вот у нас есть небольшой ящичек тоже неплохо подготовленные места для колонок еще вот обратить внимание на то что тут у нас нормальный это сам вешалочка для шторок для шторки есть он светильник в спальнике он с той стороны с обеих сторон стоят вешалки для одежды вот в принципе кабина да вот ну я так понял для на этом камазе электропневоклапанов на подкачке нет это тоже плюс большой вот потому что вот датчик стоит давление здесь еще могу сказать о том что панели приборные вот на урал тоже сядем по-моему она тоже такая же будет панель приборов тоже один поставщик на камаз и на урал на панели камаза но обновленная панель камаза да тут здесь помойка небольшая ну что на ней удержится скачку я не знаю в принципе помоек я никогда не содержал когда я работал фортички открываются вот здесь если курящий водитель обычно пепел в форточку скидывается пепельницы я так сказать не вижу здесь что раньше на камазе была пепельница на старой панели ну все кнопки в общем-то в доступном варианте сделанную на новой панели ну камаз двигателя как хоть те восьмидесятые годы он урчал так и он сейчас урчит хоть он и турбированный здесь и по-моему триста лошадей да вот на этой машине звук у двигателя остался прежний из тех времен узнаваемый приятный хотя на уралах тоже он же камаз стоял в те времена обзорность кабине хоть она и прежняя старая все говорят камаз конечно как он меня вот покорил еще в те глубокие далекие времена восьмидесятых когда его первый раз встретил как до сих пор он и остался вот такой витражный здесь вот сейчас вот коробка да там азовская она переключение не у меня тормоза контролируемые так сказать нормально так сказать вот мы вы заметили на как только заметила да как мы по время движения несколько раз переключаться таких каких-то под 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 неп рывки это я не очень плавное сцепление здесь длинный ход сцепления на камазе но это в силу привычки потом уже устраняется то есть привыкаешь когда в машине начинаешь работать как сказать в одном целом ты уже не забываешь про это сцепление про и рывки и мягко переключаешься все но вот даже при первом знакомстве с камазом да и давно не ездил на нем вот я ни разу затыков на переключение рычагом не почувствовал на камазе но теперь наверно на урал перейдем камаз да насколько он ниже да насколько выше урал то есть я вот я такой высокий ногу поднимают так как вы там то есть не совсем это все легко кабина урала чем здесь отличается у нас то что немножко она сделал изготовлена так скажем по-спартански вот даже судя по шторке не совсем она как бы так сказать по дизайну так она восхищает потом панелька здесь у нас только вот размещается либо так у тахограф либо магнитола и мы небольшой совершенно ящичек вещевой и полезное все место вот закрыто панелью более у нас ничего такого вот сама приборка не совсем удобно устроена то есть если у камаза все под рукой то тут немножко надо до последних приборов тянуться и коробочка передач здесь включается жестко ярославская то есть если камазовская у нас плавника то это даже через хрустик небольшой так я так я немножко сидельку подрегулирую так поближе подъеду а то педальки далеко вот еще раз повторяем вот она первая передача включается да так в принципе рулевое легкое так в принципе рулевое легкое в принципе на камазе тоже одинаково и урал сиденье у нас здесь пневматика стоит то есть я первое сначала мы не заметили да не заметил ошибся а сейчас великолепно тоже себя чувствую плаваешь в этом сиденье то есть это огромный плюс для водителя для его позвоночника коробочка конечно тут пожестче переключается у нас здесь у нас спальник если на камазе там он был полочка такая аккуратно тут еще вот она поднимается но там не организовано ничего к сожалению там бы нужны ящички поставить вот но сам спальник жестче чем на камазе и уже не совсем удобно поэтому но ехать удобнее здесь чем в камазе вот на моем месте а на пассажирском сиденье нет здесь заметим что кабина подрессоренная на пружинах с амортизатором поэтому там комфортнее да переключение делаю сейчас что на камазе что на урале с одним выжимом хотя по старинке как бы двойной выжим нужно на для таких коробок для емзовских в особенности хотя здесь коробка обновленная в общем то она должна была бы помягче работать но к сожалению старые все по старому вот кабина подрессорена выходим на на качку немножко ее немножко болтает больше чем у камаза хотя дискомфорта сиденья не ощущает ну кабинку поболтает немножко побольше чем на камазе там кабина жестче к раме но себя чувствуешь в водительском сиденье комфортно себя чувствуешь пассажирском как только говорит немножко болтает вот подиная под двигатель как они двигатели что на камазе что здесь примерно одинаковые характеристики поэтому что на урале мы сейчас едем что на камазе здесь ехали по той же самой трассе и моторы чувств по тяги примерно одинаковые то есть и в лошадиных силах здесь 285 у камаза там 300 я говорил по моменту здесь 1000 с небольшим и на камазе также 1000 с небольшим то есть они вообще одноклассники можно сказать по мощности по мощности примерно одинаково по форточкам тоже форточка имеется но она тоже для курильщиков в этой машине куда пепел есть сбрасывать в общем то помоечка тоже какая то есть вот здесь вот урала у нас не бесполезное место так скажем сюда бы нам что-то организовать какие-то хотя бы под что-нибудь стеллаж какой-нибудь было бы неплохо но его нету вот здесь на камазе нет на камазе конечно коробка удачнее переключение здесь надо искать передачу не очень удобное жесткое переключение но так в принципе кабина повыше если вот спа еще есть такой момент вот спальное место если поставить повыше то можно здесь организовать как бы во время отдыха сесть туда на спалку здесь ноги здесь будут стоять там то есть люди многие делают повыше ну соответственно там сделают еще перегородки и ящик организовывают в общем то так то достижимое все зоне но здесь вот было интересно есть так вот тогда да 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 ну а так класс обзорность тоже неплохая на Урале хотя вот там немножко желает лучшего вот еще на Уралах хвалят вот эту печку которую сейчас ставят сюда вот была импортная раньше ставили сейчас переделали отечественную печку ставят она хорошо греет кабину но многие у меня знакомые просят найти этот потопитель да и прислать им поменять старый про отопление кабины КАМАЗ ну там у меня как бы нет нареканий там всегда было хорошо а здесь вот в первых машинах было плохо потом старый хорошо ну и в общем еще такой момент на КАМАЗе кабина пониже и дорога как бы она чуть кажется сейчас себя чувствуешь как на высоте на большой на Урале ну это из-за особенностей компоновки шасси самого из-за установки двигателя ух ты какие заезжают ну в общем на сегодня заканчиваем да и так много времени потратили на съезду а что за машины заехали это Вольво американский это там вот такой высокий спальник и все такое да 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 вот это вот это вот средлайнер за ним да американский тягачек вот это надо бы Уралазу повторить и была бы машина я думаю хорошего спроса так что-то там можно и стоя да вот в полный рост наверно встать да в полный рост там можно вообще там спалка можно очень широкая то есть это где-то в раза 30 чем больше больше это вот проект про эти все подписчики говорят про американцев про них все говорят да с ними сравнивать и про них говорят ведь про эти машинки ну в общем но вообще корректно это сравнение наверное нет ну если говорить о автомобиле повышенной проходимости и об автомобиле дорожной то некорректно так что на автомобиле повышенной проходимости требуется конечно пространство для водителей ну я думаю для частников водителей которые сами в дальние рейсы ходят допустим Билибино Магадан Билибино Якутск или даже они ходят на Владивосток забирать товары вот там да там жилое пространство необходимо для людей большое может быть и нужна такая кабина но для этого надо хорошо поработать автозаводу чтобы сделать такую машину а для шоссейников автомобилей вот которые Уралаз сейчас значит предоставил на публику ну я думаю что в будущем тоже неплохо было бы подумать сделать такую машину для трассы потому что в Сибири на Дальнем Востоке такой вид сидельного тягача востребован вот я ездил и на Дальний Восток по трассам и ездил вот сюда на Нижний Уренгой вот Новый Уренгой то есть там эти американцы везде если так вот смотреть даже вот так под машину да ну машины они друг друга как бы стоят практически одинаково Главное отличие то что Урал сейчас применяет на всех своих модификациях вплоть даже до 4320 со старой кабиной значит пневмо значит электроклапана на подкачке что я уже говорил значит вначале в общем не очень хорошо в морозы если там конденсат в трубках где-то водички появился то электроклапанати могут подмерзнуть и использовать подкачку уже будет невозможно КАМАЗ же КАМАЗ оставил все краны в кабине это огромный плюс то есть чтобы пользоваться подкачкой значит все по старому то есть есть кран в кабине только немножко изменилась панелька она стала новой если раньше у Урала и у КАМАЗа был один рычаг на подкачку то есть ну самое простое что было причем я не знаю зачем КАМАЗ сейчас тоже поменял на новую систему для меня немножко это показалось сложновато не любой водитель сразу разберется в этом да ну может быть она в работе как-то лучше потому что там сам значит есть значит номинальное давление отрегулируется подкачки и водителю не надо смотреть манометр подкачивая колеса он просто рычажок это поднял это включил то есть кран и давление выровнялось с колеса под номинальное выставленное и продолжает движение и также может отрегулировать в КАМАЗе минимальное давление другим значит валиком то есть рукояткой вот тоже так же автоматически так сказать рычажок включил на снижение давления оно спустилось на минимальное и водитель спокойно себя чувствует не следя уже за давлением по манометру вот то есть вот если мы посмотрим то вот вот новая панель вот там вот с той стороны может быть тогда сядем ну давайте сядем и покажем то есть вот у нас панель манометр он присутствует манометр присутствует очень и вот он рычажок подкачки которым включаешь выключаешь воздух то есть кран стоит в кабине и два регулятора номинальный минимальный давление ну и манометром еще можно пользоваться смотреть давление то есть можно и как бы им же можно регулировать и под себя нужное давление то есть я считаю что вот здесь реализовано лучше чем на Урале в данный момент без электрокополнов этих лишних которые мороз замерзает ну и в принципе как бы вот КАМАЗ оставил все что крутится вертится и включается в кабине в тепле вот это огромный плюс это про подкачку про подкачку можно сейчас показать что у нас так стоит вот у нас здесь на раме пневмоэлектроклапана они и на подкачку по моему здесь и на раздатку включения раздатки то есть раздатка у нас тоже на этих же пневмоэлектроклапанах то есть тоже не очень хорошо для зимы здесь у нас раздатка также на пневмо включение значит стоят Ну, они как бы изначально 4310 стояли на КАМАЗе, но опять же кран стоит в кабине, то есть нету пневмоэлектрикапанного. И дальше шасси КАМАЗ, я говорил об Урале, что оно изменилось очень сильно, то вот шасси КАМАЗ 43118, это хоть и продолжение версии 4310, но это тоже шасси, мы уже обсуждали, рама усиленная здесь, немножко измененная. Ну и сейчас поднимем кабины в автомобиле, посмотрим какие у них двигателя и коробки. В принципе с Урала начнем, да? Урал, с Урала? Мой любимый. А, надо открыть, да, чтобы поднять кабину? Да, надо, чтобы кабину поднять, обязательно надо облицовку поднимать, потому что ее можно заломать, вот эти края, а кронштейны. Значит, в Урале я вот взял монтажку, да, она присутствует здесь всегда уложена, это специально для подъема кабины, специальные риски для переключения. Как-то я помню, 80 качков, по-моему, да, и кабина поднялась. Так вот переключать можно, вот, и мы говорили, да, в 80 качках, так, у нас тут что, подъем, вот, вот я на подъем сюда. Вот только кабина сейчас пошла своим, на подъем, то есть я только сейчас чувствую, как она подниматься начала. То есть я сделал 15 уже где-то качков, 16, 17, ой, я сейчас загляну в кабину, чтобы ни в чем не упало у нас. 60 уже. Не всегда такая опасность, что она вот упадет, нет такого? Никогда не было такого? Ну, вот 66 качков я сделал, 66. В принципе, двигатель доступен. Ну, дальше опасности ее откидывать нет, а там, как бы, цилиндр, цилиндр у него, он служит и стопором для откидывания кабины. В общем-то, и фиксации здесь другой нет, кроме цилиндра. Ну, были случаи, там, я помню, цилиндр вырывало. Да? Ага. Ну, то есть все равно такие случаи были, вероятность такая может быть? Ну, что-то было такое, да. В общем, Урал с двигателем ЕМЗ-536, в данной версии Урал действует на 285 лошадиных сил. Ну, данная комплектация еще, это может быть и с настройками, то есть каждый двигатель имеет свои настройки, они, в принципе, одинаковые, ничего там не меняется, у них только настройка. На 312 лошадиных сил. Вот, с двигателем на 285 лошадиных сил, он комплектуется, точнее говоря, с коробкой ЕМЗ. Коробка, она обновленная, это позже знакомая всем 200-36, по-моему, а сейчас это 1105, по-моему, маркировка, пятиступенчатая. В общем, у Урала еще такой есть плюс, в том, вот сейчас мы потом кабину КамАЗа поднимем и увидим, у него кулиса, закрытая кабина и кулиса с рычагом стоят на кабине. Но это, я считаю, плюс, может быть, кто-нибудь другой считает это и минусом. Хотя, вот для меня, работающего на таких машинах, с такой, это, значит, решением рычага и КамАЗовским, вот, мне вот это больше нравится. В общем-то, здесь стоит предпусковой подогреватель, вот, этот подогреватель, значит, чем хорош, то, что минусовые, сильно минусовые температуры, можно его включить и подогревать, это двигатель даже на ходу подогревать, поддерживать температуру двигателя. Вот, он, он, правда, не греет масло, только греет рубашку двигателя, это стасол. Ну, и еще один, не знаю, тут был недостаток, раньше, я сейчас, может быть, ошибусь, может быть, исправили, этим подогревателем нельзя отапливать кабину, вот, такой минус, да, только если фен в кабине стоит, можно использовать феном. Хотя, вот, в этой версии я не вижу фен, здесь, по-моему, фена нет в кабине, то есть, оттуда ничего, никаких патрубков не торчит. Ну, в общем, двигатель вот этот, я считаю, что для Урала это самая лучшая модификация двигателя, которая на нем установлена. То есть, до него был ярославский мотор. Ну, вот для этой, вот, я еще говорил вначале, что этот автомобиль еще в конце 90-х годов появился на Урала-Лазе, как опытный образец. Потом его в 2000-м году запустили на конвейер, на, правда, на СП века Урала-Лазе, их собирали, эти автомобили. Вот, и двигатель Дойц, это жидкостное охлаждение, собирались открыть СП, то есть, собирать эти двигатели на Урала-Лазе. Там цех даже для него выделялся. Но, к сожалению, с кризисом 98-го года проект умер по двигателям. И в 2000-м году собрали партию, не помню, какую там, ну, где-то 100-150 автомобилей, по-моему, вот таких вот, такой компоновки бескапотной, с кабиной Века. И все они были без спального, правда, места, эти автомобили с шасси. Шасси и еще эти, сидельные тягачи есть у него. Там, на Ямале, эксплуатируются, до сих пор еще я их встречал. Вот. С двигателем КамАЗ. И потребитель, как бы, не воспринял эту машину должным образом и к ней не проявил большого интереса. Этот проект, в начале нулевых, как он родился, так и немножко его положили, так сказать, под сукно. И к 2010-му году он возродился за счет тех же, значит, нефтяников. Они заказали большую партию именно бескапотников, сидельных тягачей. Тогда на него устанавливали привычную шестерку, двоеобразную, ЕМЗ-236-й, ну, в модификации уже современной. По цифрам что-то вылетел с головой, но не будем мучить голову, да, вспоминать. В общем, он был тяжеловат для данной компоновки. То есть передок был немножко поднагружен за счет тяжелого двигателя. Я к этому рассказываю, к этой истории. То есть с 2010-го года эта модификация пошла в серию и очень, так сказать, начала бурно востребоваться покупателям. Для меня стала неожиданность, даже мои знакомые из Чукотки начали его покупать. Именно вот этот Урал. Не капотник, не это. В общем, как-то и я спрашиваю ребят, они говорят, надежный двигатель, не требующий многократного обслуживания в длинных рейсах. Вот это преимущество этого двигателя именно, 536-го. А КАМАЗ посмотрим? Вот, и КАМАЗ сейчас посмотрим. Вот, вот это, как бы, сейчас, вот эта вот марка, даже сейчас с Некстом, вот этот вариант, я не знаю, как Урал СТ, значит, прослеживает ли или нет такой момент, что вот этот автомобиль самый востребованный сейчас на рынке. Именно бескапотник, вот с этим двигателем, с этими вот тормозами воздушными, именно вот эта машина, даже не Урал Некст. Извините меня в радости. В радости, извините, да? Да, и группа ГАЗ. Так, ну и перейдем к АМАЗу, в общем-то, здесь, если у нас рычаг в передке хранится, здесь его нет, то есть, здесь нет его, да? Ну, тоже надо открывать облицовку, потому что она тоже так же врезается. Здесь рычаг хранится вот здесь, под сидением. Мы, кстати, там, на Урале-то потачку не показали. Здесь вот, есть такой, еще в КАМАЗе один, если на Урале есть под спальником место, да, свободное, но без ящиков, да, как мы говорили уже, что плохо, да? Но КАМАЗе вот под спальником свободного места нет, ящиков там нет. Ящик организован здесь под пассажирским сиденьем. Где вот сейчас сам свой инструмент лежит. Вот. И вот, по-моему, эта рукоятка, которой надо поднимать кабину. Так, вот посмотрел. Все лежит в кабине внизу. Так. В общем, ну, тут можно не поднимать. Раньше мы уже обсуждали, да, здесь просто были замки ручные, отстегнул и дальше. Так, на подъем кабины нам повернуть надо еще. Сюда. Здесь руками поднимем. Так. Тут так же 80, 60 или сколько? Я сейчас начинаю. Кстати, она сразу стала подниматься на первом же качке. На первом же качке. А, на первом? Там, на Ураль, на пятнадцатом качке, да. А, здесь на первом пошло, Камазовская. Да. Вот я сейчас пять качков сделал, но уже, вон, поднимать. А, почувствовалась, да, уже? Ух ты, и правда, чуть быстрее. Все, тридцать три качка. Тридцать три и почти так же. Ну, там 60, да понял. Ну, да. А здесь что, двигатель? Здесь у нас двигатель традиционный. КамАЗ-740 с наддувом. То есть, это последние модификации КамАЗовских двигателей. Я его полные цифры называть не буду. Это надо все равно, якобы, незаконно. Ну, в общем, сам по себе двигатель, вот, не знаю, как сейчас. Я давно с ним не общался, он там подписчики подскажет. Ну, в общем, после года эксплуатации из-под головок начинает сопливить он. Сопливил, по крайней мере. Когда я работал. То есть, ненадежность вот этих, среди всех прокладок раньше, может, сейчас крылатки другие. Не знаю, может, сейчас он надежный стал. Ну, а это раньше, как бы, вот была проблема в этом. И он на северах, особенно, когда он молотит сутками. И не останавливался практически. Вот, на год эксплуатации, на второй год, там, надо менять прокладки снимать, чтобы он нормально работал. А так, в принципе, вот двигатель сам по себе мне нравился. Он, в принципе... Ну, вот тот двигатель, он лучше по характеристикам. Он того, полка такая длинная, на моменте. То есть, он тяговитий, получается, ЕМЗ. Который на Урале. Да. Здесь надо почаще переключаться, потому что эта вот тяга, эта полочка покороче в моменте. А так они практически одинаково моменты. И этот на 300 лошадиных сил. Данная версия. Вот. И коробка переключения передач. Здесь 154-я, КАМАЗовская. С делителем. Вот, особенности... Да, вот там впереди стоит делитель. Если так посмотреться, там, если там короткая корзина была, сцепление, здесь она вот длинная, и там делитель еще. То есть, чем это хорошо? Если там 5-скоростная коробка, то там 5-скоростей. Здесь вот 5-скоростная коробка, 154-я, плюс делитель половинки. Они очень большое дают преимущество на подъемах, на тягунах. То есть, если в тягун подъем идешь, вот эта половиночка, она очень здорово помогает водителю лишний раз не передергивать передачу. То есть, это очень большой плюс КАМАЗу в данной версии. И я что могу сказать, что оба, эти оба автомобиля, что Урал, что КАМАЗ, Урал, правда, в версии 312 лошадиных сил комплектуется коробкой ZF, вот, 9S, по-моему. Вот. Такой же коробкой комплектуется вот этот двигатель, другой, еще комплектация другая есть, тоже ZF. Та коробка мне больше нравится, чем наши российские. Хотя вот КАМАЗовскую мы ехали, она мягко включается, и переключается во всех положениях. С той немножко были проблемы у нас, там подтыкать приходилось, так же жестко, Ярославскую. Вот они ее модернизировали, а переключения остались прежними. Подогреватель стоит, правда, вот тут спереди, вот здесь подогреватель тоже, по-моему, планар тут, по-моему, стоит. Не ошибаюсь. Очки надо делать. Подогреватель жидкостный Проматроник 16GD. Ну, в общем, у него такая же функция, он подогревает у нас только жидкость охлаждающая, то есть блок уголовки двигателя. Сейчас увидим тоже преимущество морозности. То есть так. Так у нас. А, кстати, тут еще вот запаска на Урале, да, запаска на Урале у нас там тросовый, тросик перекинутый. То есть там тросовая ребятка стоит. Здесь на КамАЗе вот здесь вот стоит цилиндр. И этим же значит насосом мы и кабиной поднимаем, опускаем и так же запаску поднимаем, опускаем. Вот это тоже плюс, да, можно отметить? Хотя на морозе вот это масло застывает, можно не опустить запаску. Можно сказать, что это минус с другой стороны. А, понятно. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Двадцать один, по-моему. Обратно двадцать один был. Обратно. Деревь КамАЗа немножко закропывается жестко. так. О, ну иди. Больше двадцати уже точно, да? сорок семь, сорок восемь, пятьдесят, пятьдесят два, пятьдесят три. О, пятьдесят шесть. Пятьдесят шесть? Что туда, что обратно. Да. Вот. А если она подстынет? Ну, вы же говорите, что вот в Урал-то меньше и, вероятно, заглядывают, вот двигатель смотрят, кабину поднимают. Ну, я не могу сказать, что КамАЗ на сегодняшний день уже тоже работает, надежность мотора тоже не такая уж плохая. вот, ой, а еще хотел сказать о круиз-контроле. А, о круиз-контроле? Вот о КамАЗе никто не рассказывает. А что там есть круиз-контроле? А у него уже давно круиз-контроле. Да? Раньше, чем у Урала появился. И вот на этом Урале, я не знаю, есть круиз-контроле или его нету. Можем залезть и поискать а ну вот регулировка холостых хода, круиз-контроль, наверное, все-таки на нем внедрили. Есть, да? Ну вот, кнопка круиз-контроля. Ну, о чем могу сказать? Вот здесь круиз-контроль на этом двигателе, он начинает работать в пределах, это от 40, по-моему, 8 км в час. То есть, если скорость ниже падает, он выключается, круиз-контроль. И также касание любой педаль, газа, сцепления и тормоза, круиз-контроль тоже вырубается. При этом, ты уже на Урале надо опять набрать скорость больше 48 км в час, тогда его можно включить на задную скорость. или сбросить потом с этой задной скорости. Касаясь там педали или этой же кнопки. Ну, я правда не знаю, может быть, это все-таки было раньше просто регулировка холостого хода на вот этих Уралах, на Некстах, только внедрили круиз-контроли. Ну, тут кнопки нигде ничего не вижу. Я могу ошибаться вот в этом плане, потому что нового руководства по эксплуатации я не видел на эту машину обновленного. И если есть, ну, вот, смотря на кнопки, то есть, тут это плюс-минус, да, мы добавляем, убавляем обороты, это мы фиксируем, да, по-моему, так. На КамАЗе у нас вот рычаг вот здесь вот, вот здесь вот, рычаг включения круиз-контроля и также прибавки, убавки холостого ходом на холостых оборотах. Вот он, рычажок. И здесь у нас должна быть эта, вот она кнопочка. То есть, и убавляешь оборот. Так, также вот этот рычажок тоже сброс настройки. Вот. Здесь другая немножко система и она мне кажется намного лучше. Еще могу сказать сразу, значит, круиз-контроль выключается либо здесь вот сбросом, либо нажатием на тормоз или на педаль сцепления. На педаль газа можно нажать и добавить скорость, тем самым увеличив скорость автомобиля и отпустив педаль он будет держать ту скорость, которую добавил водитель. То есть, зафиксировал. А можно, как бы, отпуская педаль, то есть, на обгоне нажимаешь, прибавляешь газу, обгоняешь автомобиль попутный, сбрасываешь ногу с педали и он выравнивает скорость на ту, которую выставил ты заранее на круиз-контроле. То есть, огромный плюс. Не надо ничего регулировать. На Урале такого нет. Такой системы не работает. И, вот здесь КАМАЗ-двигатель стоит, на нем круиз-контроль срабатывает, когда, значит, скорость автомобиля, то есть, работает до 20-22 километров в час. Огромный плюс для зимников, ребята. То есть, когда идешь по зимнику, таких скоростей, как 48 километров в час, там редкий случай в участке таких дорог. Там обычно, короткие участки там бывают, и скорость максимальная от 20 до 40 километров в час машина идет. То есть, использовать круиз-контроль в таких условиях это большой плюс. То есть, вот на бездорожье даже. То есть, 22 километра в час машина идет на круиз-контроле. И нога отдыхает у водителя. Ну, к сожалению, правда, с двигателем Каминс, они еще комплектуются эти автомобили, там тоже так же 48 километров в час полочка у него ниже не получается. Не сделано. Но вот КамАЗа не регулируем так. Я считаю, что это для зимников, для тяжелых, то есть, там где-то условия эксплуатации, такая скорость, она востребована иногда. Просто идешь по зимнику, где-то, немножко переваливаясь на машине, и так ножку поставил, она у тебя отдыхает в стороне. Так интересно, что же лучше для зимников? КамАЗ или Урал? Для зимника? Ну вот, пусть наши подписчики выводы делают, я вот выводы не буду делать. Ну, по мне, так, эти автомобили, они практически вот друг друга замещают. Ну, а как выбрать? То есть, есть плюсы вот по двигателю, там, по тому же я не показал, к сожалению, а мы поднимали там, вот это же у нас рычаг остается на двигателе, вот, ну, там видео будет видно. Здесь остается отверстие, вот это отверстие обычно сюда ребята кладут еще войлок или что-нибудь еще, значит, материал, чтобы закрыть шум от двигателя идет сюда, потом в процессе эксплуатации тут немножко разбивает, вот это вот неприятная вещь на КамАЗе. То есть, есть у КамАЗа плюсы-минусы, есть и у Урала также плюсы-минусы. Один другого где-то как-то, значит, где-то как-то, а рекомендовать то ли КамАЗ, то ли Урал, но я не могу, я и на том, и на другом работал, и обе машины именно по проходимости, если сидит прокладка за рулем, чувствующий автомобиль, вот, я себе. Вот. То машина и та, и другая идет по зимнику. Я скажу, что единственная проблема была, на 4310 резина от Ураловской отличалась тем, что она чуть-чуть поменьше была в диаметре и пошире. Если я за Уралом где-то в колонне, в Ураловскую колонну на КамАЗе, за Уралами входил в колею снежную по Целине, там, если мы шли в пургу, то КамАЗ начал в этой Уралской колее тонуть и буксовать, создавать проблемы сзади идущим в колонне. Поэтому, поэтому много-много раз я на КамАЗе своем, 4310, водил за собой Уралы по снежной Целине, пробивая им дорогу, чтобы Уралы не ждали меня, не тянули за трассу. Я на КамАЗе шел впереди. Ну, такая история была. Ее нет, уже как бы из памяти не сотрешь. И ребята, которые со мной работали, там они подтвердят. Там, Чукотый, привет вам. Пользуйтесь случаем. пользуйтесь случаем, да. Ну, вот мои ребята, которые работают на Чукотке, они выбирают Урал. Однозначно, да. И это мои знакомые. Причем из них никто вот почему-то КамАЗом как-то не вдохновился, работая на нем, там, на тех же зимниках. Я их спрашивал, почему. Ну, они говорят, ну, наверное, такое воспитание еще, как сел на Урал в 35-й, потом на 43-20, вот, потом вот на новый этот Урал. Вот, мне хочется на нем работать. Почему-то КамАЗу у меня какое-то холодно любовь от Курал. Ну, это вот штука такая, как бы, многие берут КамАЗы, на них работают хорошо. Кстати, вот я не знаю, вот эта версия КамАЗа, она с новой панелью есть, есть со старой панелью КамАЗы, сейчас выпускается, их называют киллер, убийца Урала. А, слышала, по цене они чуть ниже Урала, и они вот их собирают сейчас. Вот, и поэтому, я не знаю, здесь я вот лично, мне как-то они вот этим автомобилем у меня нету, как бы, ни тому, другому, я не имею каких-то особых претензий. Хотя, вот, по ступичным узлам, по ступицам тоже на Уралах ступицы ходят менее, так сказать, можно выйти на улицу и показать ступицы, да? Они остались прежние, из тех старых времен, на одинаковых подшипниках, не знаю, почему Уралаз до сих пор не решает этот вопрос, но до ремонта они ходят меньше, чем Камазовские ступицы. То есть, если я работал на Камазе, на Урале, то есть работал, то я ступицы на каждом ТО практически проверял, подтягивал гайки, бывало, частенько ступичные, то на Камазе этого я не делал вообще. У нас получился сегодня видеообзор такое небольшое сравнение Камаза и Урала. Сергей, спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли, спасибо за договор. С удовольствием еще прибыл, да? В общем, если у вас остались вопросы, вы обязательно задавайте, пишите в комментариях, ставьте лайки, если вам понравилось наше видео, и мы еще раз увидимся тогда с Сергеем. Всем пока! Всем до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok